Режем-режем мы томат, будет рад ему салат. А кроме томата возьмем зелень, конечно, лук, укроп, петрушку, а потом... Даже можно не сомневаться, придет очередь огурца. И абсолютно зря, как утверждают специалисты, нельзя тебе позволять помидоры с огурцами употреблять. Здравствуйте, дорогие друзья! Тем более в сезон, когда и те, и другие аппетитные, наливные, свежие. Стоит вспомнить, почему нельзя есть вместе огурцы и помидоры. Есть мнение, что это продукты-антагонисты. Помидоры имеют кислую среду, огурцы – щелочную. Согласно школьной химии, следовательно, неизбежно образование солей. Но это еще не все. Для переваривания помидоров и огурцов нужны разные ферменты. Поэтому один продукт переваривается, другой начинает бродить, ругаться, искать выход. Но и это еще не все. Еще и витамины в помидорах и огурцах несовместимы. Дело в том, что в томатах содержится аскорбиновая кислота, а в огурцах – аскорбиназа. И они нейтрализуют полезное действие друг друга. Но вот кто мог себе представить, если не заниматься вопросом детально, что есть витамины и антивитамины? Однако, не вдаваясь в подробности, во что витамины превращаются в организме и как взаимодействуют с конкретными белками, просто заметим, что с аскорбиназными кабачками помидоры тоже не очень. И посетуем, это куда ж смотрела мировая кухня в целом, если буквально в каждой национальной традиции позволила именно такие неполезные сочетания. Ведь в какой бы точке земного шара вы не очутились, а первейшим салатом к столу все равно окажется помидорный огуречный неполезный. Почему? Потому что это вкусно и периодически, периодически им подрывать здоровье почему бы нет, особенно учитывая тот факт, что витаминных потерь в салатах и так предостаточно. К примеру, постоял салат на столе в течение получаса, половина витаминного запаса как не бывало. Но знать, что помидоры отлично сочетаются с оливковым маслом или, скажем, с авокадо, по-моему, это обязательно. Равно как попробовать наш салат. Наш простой салат. Салат с томатами и печеным перцем. Перец сбрызнуть оливковым маслом, запечь в духовке, снять кожицу, нарезать полосками, соединить с помидорами и авокадо. Посолить, поперчить, добавить зелень, прилить лимонным соком и оливковым маслом. Повторюсь, салат действительно простой, ничего в нем эдакого нет, ну, разве что дорогой, по определению дорогой друг авокадо. Но в контексте нашего нынешнего разговора, правильный, полезный, сбалансированный. Кстати, определенный колорит добавляет этому салату печеный перец. Так вот, уже завтра опять печеным, жареным запахнет и не только перцем. Постараемся приготовить пару интересных соусов к мясу. А на сегодня все. С вами была Жанна Соловьева. Всего доброго!